Песочные часы издают голос времени по истечению таймера. Всего лишь один трюк стоит. Чего? Если что, я знаю, где дом Фарагонды. Пойдём. Эй, эээ, прошу прощения, эй, Фарагонда, вы здесь? Эй, оу, оу, Фарагонда. Воссоединение Ашры и её матери, возвращение мироходцев в родную Паэну, а что самое главное, сотрудничество с Фарагондой. Да, именно это нас ждёт в сегодняшней серии. Договоримся мы с ней или не договоримся, узнаем всё также сегодня. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка, добро пожаловать в голос времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка, добро пожаловать в голос времени, в котором мы пришли договориться. Или хотя бы просто поговорить. Да, если верить Сан-Франу, то на его памяти лишь Фарагонда способна отследить местонахождение любого мироходца. Я думаю, что глупо доказывать, что сотрудничество с этой старухой нам не просто нужно, оно нам необходимо. Цепочка очень простая. При помощи Фарагонда находим мироходца, силой или не силой возвращаем его в междумирье, и таким образом лишаем Эбарда потенциального союзника. Кстати, у портала я не просто так. Дело в том, что Фран под конец предыдущей серии сказал мне ждать его здесь, потому что мы собрались пойти к Фарагонде, но чё-то его всё нету и нету. Эй, Фран, ты где? Живёт Фарагонда, кстати, в мире 13, в том самом мире, откуда Сан-Фран. И да, они оба из того самого мира, откуда Эбарда украл солнце. Короче, скажу честно, я жду уже минут 5, может быть 10, и просто ничего! Нету Сан-Франа! Я не знаю, может быть мне сделать что-то надо? Эй, Лолошка! Что? Э, здорово-здорово! Да, привет. Ты что-то совсем редко стал заглядывать ко мне. А я ведь для тебя кое-что приготовил, и... Стой, господи. Так, это, это, только прошу тебя, не рассказывай никому про то, что у тебя были галлюцинации, окей? Точнее, из-за чего они были? Раз никто в паене не знает про это, то, наверное, будет лучше, если так и останется, да? Вот, сейчас. Держи. Ты только пей скорее. Что? Антидот? Лис говорит, что я схожу с ума в мирах из-за того, что меня отравил Эо. Посмотрим, поможет ли это. Тот самый антидот, да ладно! Давай. Так. Ну, что ж, надеюсь, это поможет. До сих пор поверить не могу, что Эо так поступил со мной. Знал бы я, в каком мире он обосновался. Я бы уж точно его навестил. Ох, как я бы его навестил-то! Хех. Хорошо, что у нас теперь новый гарант. Я, знаешь, вообще думаю, что нам нужно, как во всех нормальных мирах, сделать гаранта выбранной должностью, чтобы никто не мог слишком долго свои интриги плести. Угу, так вот я и думаю. Кхе-кхе, но... Вообще, ладно. Рад был повидаться, Лолошка. Ты всё-таки, если что, заходи ко мне почаще, да? Пока-пока. Пока! Так, и куда ты пошёл? На гавань? Ну-ка. Ага, всё исчез. Так, ладно-ладно. Ой, Сан-Фран! Здорово! Эй, Лолошка, ты где? Я тут вообще. Я у портала. Тебя что-то не видно. Да здесь я. Ха-ха. Привет. О, вот ты где. Бх, ты прости, что я так долго. Нужно было определить того парня в комнату. И, ну, сам понимаешь, расплатиться с Лисом. Ой-ой-ой. А потом нужно было успокоить Стеллу. Эта девушка, которую Ашера привела. Потому что, оказывается, Стелла и этот новенький Бен, кажется, из враждующих миров. А мне некуда их селить сейчас, кроме Лиса. А вообще, знаешь, Бен-то, оказывается, приятным парнем оказался. Представляешь, его ведомню упекли, потому что он властям своего мира не понравился. Хм. Видимо, кто-то из фарагондиных прислужников хорошо от их правителя получил. И через чёрную документацию его к нам записал. Не удивлюсь, если это был Листабер. Маг, которого я ведомней победил. Он всегда был склонен к коррупционным действиям. Эээ, в общем, я как бы, когда Стелле-то это всё рассказал, она вроде бы успокоилась. Потом они даже с Беном познакомились. Хе-хе. Ну, то есть, кивнули друг другу из разных концов коридора. Эээ, слушай, Лолошка, как думаешь, может быть, стоит пойти там, проверить, как у них дела? Чё? Нет, я тебя столько ждал! Нет, Фран, я же вижу, ты просто тянешь время. Соберись, ты сможешь! Эээ, ладно, ты, ты прав. Ну, я уже и не помню, когда последний раз был в своём мире. Там всё так поменялось. Наверняка ведь поменялось. Столько лет прошло. Эээ, нет уже никого из моих знакомых. Ну, скорее всего. О, Лолошка, ты даже не представляешь, я очень волнуюсь. Фу, ладно. Пойдём. Ну, наконец-то, наконец-то! Спустя минут пятнадцать мы идём. Ну, пятнадцать минут реального времени, чтобы вы понимали. Так. О, хорошо. Так, и в итоге мы отправляемся в мир тринадцать. Так. О! Воу! Ммм, ничего не поменялось. Хм. Хотя, знаешь, может быть, это издалека так кажется. Тринадцать задолго до моего рождения и даже до рождения Фарагонды был миром-интернатом. Сюда отправляли молодых и прям совсем юных магов-мироходцев для учёбы в академии. Некоторые после окончания учёбы оставались здесь. И вот так постепенно мир стал полноценным. Ммм, да. Только вот нормальное название ему так и не дали. О, слушай. А может быть кто-то из моих старых учителей ещё жив? Давай, всё, ладно, пойдём. Если что, я знаю, где дом Фарагонды. О, погнали. Уф. Уф, такое странное ощущение снова идти по этим улицам. Знаешь, я когда-то ведь бегал здесь. Ну, когда на пары опаздывал. В конце, например, вот этой улицы была булочная, в которой добрая старушка всегда нас угощала. Пироги с яблоком были её коронным блюдом. Ну и с мясом были ничего. О, о её профитроле. Да. Её пекарня закрылась ещё до того, как я закончил академию. Знаешь, лолошка, это даже немного странно. Я ведь прожил здесь столько десятилетий, а вспоминаются прям, ну, какие-то совсем отдельные, небольшие эпизоды. Далеко не самые яркие и важные. Эх. Ну ладно, вот вроде и оно. Что, идём? Да. О, подожди. Подозрительная личность. Хо-хо. А ведь недаром это так назвали, да? Ну-ка, чё там? Торговец. Горожанин. Стоп, что это? Что это было? О, там кто-то есть, погоди. Горожанин, который как будто какие-то искры пускает. Э, ты куда делся? Это вообще пипец какой-то. Возможно, в будущем мы поймём, что это. Магазин магических товаров. Так, ладно, 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 ладно. Наверное, нам сюда. Интересно, фарагонда-то хотя бы дома или как? Всё, заходим. Эй, кто-нибудь есть? Эй. Ага. Хм, не открывает. Неужели её здесь нет? Но, блин, а где же она тогда? Э, не-не-не, не годится. Эй, кто-нибудь? Блин, я... What the fuck? Что это было? Я случайно... И чего теперь? А, я, походу, допёр, он дверь выломал. Пойдём внутрь, посмотрим, может быть, найдём подсказки, где её искать? М-м-м-м-м, надеюсь, нас никто не заметит. Фу-у-у, пойдём. Да, только как-то странно, дверь выломалась. Всё. Эй, ээээ... Прошу прощения, ээээй, фарагонда, вы здесь? Эй... Оу... Оу... Фарагонда... Ну, кто она там ещё? Здравствуйте. Франческо? Что за... Ты что здесь делаешь? Хотя, подожди-ка. Эээ... Ну-ка. Нет. Не может быть. Ты действительно здесь. Но ничего не понимаю. А этот что здесь делает? М-м-м... Франческо, ты же поклялся мне. Ты же обещал, что никто никогда не узнает, откуда я. Я скрывала свою историю от всей мультивселенной столько лет. Ты единственный, кому я доверила. Ах... Хм... Хм... Хотя чего я ещё могла ждать от такого предателя? Эээ... Ну, знаешь, ты... Ты, наверное, тоже не особенно позаботилась о своей анонимности. Живёшь практически в центре города, населённого магами и мироходцами. Эээ... Нет. Это не твоё дело, Франческо, где и как я живу. Я из дома практически не выхожу. Да и просто посмотри на меня! Разве во мне кто-то узнаёт Фарагонду? Грозу всего преступного мира мультивселенной! Ах... Нет, конечно же нет. Никто меня уже не узнает. Я опустилась так низко, посмотри на это! Хуже уже быть не может! Эээ, Гонда, я просто... Что? Не смей меня так называть. Привилегию обращаться так. Ко мне ты утратил много лет назад, Франческо. Да, да, прости. А теперь выкладывай. Зачем вы пришли сюда? Добить меня, да? Поиздеваться? Нет, нет, Фарагонда. Мы пришли просить тебя о помощи. А? О помощи? Хе-хе-хе. Вы? Хе-хе-хе. Да ты, должно быть, совсем одурел, Франческо. Может быть, тебе в паене кто-то из твоих преступников по башке чем-то приложил? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Надо же. Разрушили дело всей моей жизни. Довели меня до самого дна социальной лестницы. И теперь просят моей помощи. Эй, да пожалуйста, высуши меня, я же... Ах, какая наглость, и всё продолжается. Впрочем, ты всегда таким был самоуверенным и наглым, Франческо. Вы же всё равно не уйдёте, пока не выговоритесь. Угу, нам это надо. Ладно, говори уже. Спасибо. Я, пожалуй, вот сюда присяду, да? В общем, мы поняли, что совершили ошибку, когда выпустили на свободу всех заключённых. О, да что ты. О, боже. Так вот, мы сейчас пытаемся вернуть всех заключённых назад, в Междумирье. Вежливо попросив их вернуться самих. Да, да, я видела эту статью. И как оно? Работает? Вообще-то да, пять человек уже вернулись. А? Что, подожди, правда? Хм, ладно, этого я не ожидала. А, ну конечно же ты не ожидала. Ты же никого из них за самостоятельных личностей даже не считаешь. Ты не видишь за их преступлениями живых существ. Ты видишь только проступки. Да, потому что поступки говорят намного красноречивее слов. О, время. Ладно, в любом случае, мы пришли сюда не спорить о наших мировоззрениях, Фарагонда. Мы пришли сюда, потому что наши цели совпадают с твоими. Но мы не готовы прибегать к твоим жестоким средствам. Ммм, короче, мы хотим, чтобы мироходцы почувствовали, что даже после всех ошибок... А, Франческо, прекрати! Всё это я уже видела в статье. И ты знаешь, что я не верю в то, что преступники, которые обладают способностями, которые гарантируют им полную безнаказанность, могут отказаться от своих злодеяний. О, я могу что-то сказать. Франк, пойдём отсюда, это бесполезно. Не, ну это бред. Фарагонда, пожалуйста, отбрось свою гордость. Это тоже, наверное, нет. Фарагонда, почему ты говоришь, что твоя цель сделать мир безопаснее? Мы, твои главные враги, пришли к тебе и говорим, что хотим того же, что и ты. А ты отказываешься нам помогать. Ощущение, что твоя цель не безопасность мультивселенной, а банальная месть. А? А, видимо, я совсем устарела для этого мира. Видимо, это теперь нормально, разбрасываться громкими словами без всякого уважения. Но... Ладно. Ты прав, менеджер-обманщик. Ты прав. Похоже, вы сейчас единственный в мультивселенной, кто хотя бы пытается что-то сделать. Но я не могу так легко согласиться на ваше предложение. Мне нужно всё обдумать. Если я не приду в междумерье завтра, считайте это моим отрицательным ответом. Ну нет, уж нет. Во-первых, как ты себе это представляешь? Думаешь, ты можешь просто взять и явиться в Паэну, да? Во-вторых, я не оставлю тебя здесь в таком состоянии. Так что, хочешь ты этого или нет, я остаюсь здесь. Так. Сейчас. У-у-у, ну ты, блин, Фарагонда. Это приберём. Это тоже приберём. Так, а... Ладно, а мне что делать? Фран, ты теперь гарант. Ты не можешь оставлять Паэну надолго. Я останусь вместо тебя. Фран, ты теперь гарант. Ты не можешь оставлять Паэну надолго. Нам нужно вернуться. А, Фран, я тогда вернусь в Паэну и предупрежу всех о твоём отсутствии. О, смотри-ка, мы можем реально остаться. Судя по тому, что там магазины. Помните, был магазин в городе. Скорее всего, если я нажму сюда, то я останусь. Фран, ты теперь гарант и не можешь оставлять Паэну надолго. Я останусь. Ну? Ээээ... А ты в этом уверен? Да, более чем уверен. Кхм, ну... Хорошо. Ох, это просто унизительно. Ребята, я же не ребёнок. И мы не в детском саду. Но... Да, ладно. Спасибо. Ха, что? Не такие уж мои плохие, как тебе хотелось бы, да? Франческа, не испытывай моё терпение. Хе-хе. Ладно, ладно. Эээ... Лолошка, пойдём купим что-нибудь поесть. А то в этом плане чё-то здесь вообще не густо. Фрагон, да ты вообще когда ел это последний раз? Ах. Хотя, ладно, не отвечай. Блин, на самом деле мне её теперь даже жалко. Ну, то есть, по факту, её мотивацию мы поняли за все последние серии. Её мотивация более чем обоснованная. Это правда месть. Но эта месть просто зашла слишком далеко. Да, это вы уже и сами поняли. Да уж. Блин, не ожидал, что старуха так расклеится. Но, честно говоря, я как-то даже и рад, что мы ей даём возможность нам помочь. Страшно, конечно, что в какой-то момент она получила так много власти, что могла творить то, что творила. Но, честно, новичок, она уже не кажется мне такой страшной женщиной. Даже испытываю к ней теперь что-то похожее на... Сочувствие. Только это, Лолошка, надо будет в Паэне сохранять в секрете, что она нам помогает, понял? Это мы с тобой способны на какие-то почти благородные жесты и чувства. А для кого-то, Фарагонда, это не только злая надзирательница, но и целый убийца. Войну с Паэной многие ей просто не смогут простить. Ладно, пойдём. Пойдём. Так, мы, я так понимаю, сейчас... Кстати, знаешь, почему круто, что 13 это бывший мир мироходцев? Потому что здесь можно менять скин на мировую валюту. Пойдём покажу. Ага. Так, подожди, а я думал, что мы к торговцам пойдём, нет? Подозрительная личность куда-то исчезла, ну-ка. Ничего здесь нет. А, я так понимаю, то, что мы сейчас купим поесть и просто выпроводим Франа, понял? Прикольно, кстати, то, что здесь несколько солнц. Я так понимаю, то, что они все искусственные, да? Они даже выглядят как искусственные. А, ой, господи, стой. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой сейчас курс на скинт? 52 трюка за кристалл. Чё? Слышь, парень, ты за кого меня принимаешь, а? Ты чё, думаешь, я простофилию какой-нибудь, да? Я похож на обычного туриста? Ха, я сказал 52 трюка за кристалл. Слушай, парень, я спрошу ещё раз. Какой курс на скинт? А, да, да, 84 трюка за кристалл. Угу. А теперь преврати их в 90 для круглого числа. Да, 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 само собой. А, с вас один кристалл за 90 трюков. Да, 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 вот, держите. И вам вот 90 штук. Ух ты, деньга. Ах, приятно иметь с вами дело. Капец, а? Взаимно. Всегда люблю хорошо поторговаться. Ха, видал, да? На, держи. Это тебе на расходы здесь. Эм, так это я себе приберегу. Так, и в итоге куда мы идём? Ты за свои купишь еду или как? Так, я вижу то, что вот здесь по идее еду можно купить. Да, мы сюда идём. И посмотрю, у меня реально трюки какие-то. Это валюта этого мира, прикольно. А, вон, магазин еды. Так, грибочки. Данмерская керамика. Торты. Здравствуйте, мне вон то, пожалуйста. Ага, спасибо. Слушай, Лоложка, ты, если что, если будешь что-то здесь покупать, ты не удивляйся, что торговцы неразговорчивые. Большинство студентов академии очень вспыльчивые. В общем, как бы тебе сказать-то, тут не принято разговаривать с незнакомцами. Вот. Только конфликтовать. Но ты этого делать не пытайся. Ты не умеешь, поверь. В любом случае, ладно, я тогда впоену. Спасибо большое, что предложил присмотреть за Гондой. Если что, то свяжемся по червифону. Проследи, чтобы она поела, прошу тебя. А то будет глупо, если она чем-то заболеет именно сейчас. Ой, всё. Удачи. Пока. В итоге меня оставили одного в этом непонятном мире. What the fuck, что происходит? Что это сейчас было? Так, ладно. Обновлён список заданий. Ну-ка, 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 проверка, проверка. Бэбиситерство. Квестодатель Фран. Требование. Покормить Фарагонду. Убрать все бутылки из дома 20 штуковин. Уложить... Господи. Уложить Фарагонду спать. Окей. Награды. Помощь с поимкой мироходцев. Возможно. Фарагонда оказалась сломана сильнее, чем я думал. Она явно находится сейчас в очень тяжёлом состоянии. И даже позаботиться о себе не может. Не понимаю, как я испытываю жалость к человеку, которого недавно так ненавидел. Прошу прощения. А я могу ещё с вами немного поторговаться? Э! 52? Но... Но 90 же! Было же 90! Я же прямо перед тобой стоял, я всё видел. Ну, по сути, кстати, я могу один кристалл скрафтить, потому что у меня вот-вот есть немножко фрагментов. Ну ладно, потом, потом. Еду мне дали. Держи. А, кажется, поняла. Не очень приятно, да? Так, в любом случае, на. Так, что тебе? Вот ещё пасту возьми. Кушай! Ой, как она медленно кушает. Я покормил, типа, это выполненная задача или как? Покормить фарагонду всё ещё крестик. Давай, давай, кушай, кушай. О, всё. Ладно. Что теперь? Теперь тебе нужно поспать. Теперь мы вместе сделаем уборку. Теперь я пойду гулять по 13. Так, там про поспать было. Уборку я, наверное, сам могу сделать. Да, тебе нужно поспать. А, это правда. Я действительно чувствую себя полностью вымотанной. Пойду прилягу. Давай. А где ты будешь спать? А, на диване. Бога ради, у тебя нет кровати. Спокойной ночи. Покладим по голове немножко. Галочки появились. Покормить фарагонду, уложить фарагонду спать. Так, теперь убрать все бутылки из дома. Окей. Бэбиситерство так бэбиситерство. Так, как это делается? Прямо вот так, да? Ага, да, бутылка воды. Ещё бутылка. Вот эта медовуха, это считается за бутылку или нет? Непонятно. Давайте пока что вот эти уберём. Если этого будет достаточно, то тогда медовуху убирать не будем. Ну, она, короче, алкоголичкой стала, как вы понимаете, да? Смысл всей её жизни был просто разрушен. О! О, обновлён список заданий. Всё, я сделал, да? Е-е-е, бэбиситерство выполнено. Так, и пока она спит, пока я тут всё это прибрал, так далее, я думаю, можно пойти погулять по 13. Пока у нас есть время, потому что, напомню, с нами должен связаться Сан-Фран по черви фону. Магазин магических товаров. Здравствуйте. Ох, нифига вот здесь. Статуя ангела. Чудесная глина, волшебная глина, мифическая. Чароцвет. У-у-у, удобряющая эссенция. Ха-ха. Это, конечно, прикольно, что она тут есть, но два трюка это много. Вот был бы хотя бы один, я бы, наверное, закупился. О-о-о, очко улучшений. Это по-любому приобретаем. Так, три штуковины могу. Хорошо. Песочные часы. Используют любую пыль, песок или порох. Издают голос времени по истечению таймера. А-а-а. Ощущение, что это надо купить. Всего лишь один трюк стоит. Чего? Ну-ка. Подожди, стоп, что я сделал? Так, ой, стоп, я, наверное, все сломал, да? Сейчас, еще раз, еще раз. Куплю. Используют любую пыль, песок или порох. У меня ничего из этого нет. Песок или порох. Господи, дайте мне пыль. Побегал, побродил. Короче, во всем городе нет ни одного кусочка пыли. Это отвратительно. Ни одного кусочка песка даже. Видимо, потом испробуем. Так, а это что такое? Древний том для усилений. Может удалять усиления, принимая некоторые из них за свои собственные. Предмет должен быть древний или слабее. А иначе будет уничтожен. 56 трюков. Не, ну мне все равно не хватает. О, метла, нифига. 48 трюков. А-а-а, у меня уже нет денег, все. Стоп. Зато я могу снова купить очки улучшений, нифига себе. Так, погоди, а я себя выйду и снова... Получены дополнительные очки для улучшений. Не надо так пугать. Очко улучшений еще не обновилось. То есть, погоди, я реально могу выйти. Например, закрыть дверь, немножко побегать, побродить. Потом вернуться. И... Да ладно! Оно обновляется! Это же имба, ребята! Так, снова выходим, заходим. Ну-ка, давай. Обалдеть. 10 очков улучшений. И... Оно... 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 Нормально. Как же много я теперь могу прокачать. 18 поинтов. Но это еще не все, господа. Я, конечно, потратил все свои трюки. И даже не посмотрел, что продается в других магазинах. Но, если что, купим. Купим. Магазин брони. Так. Здрасте. Роба-новичка. Капюшон-новичка. Брони, кстати, много дается. Плюс пять. Но я бы это не покупал, робо-мага, дает еще больше, кстати говоря Охренеть А вот это, клянусь, я бы купил Вы просто посмотрите на это, 8 брони и плюс 2,5 твердости Слушайте, возможно, это не просто офигенная броня Возможно, это лучшая броня, которую мы можем купить и тут же надеть Нам даже бой прокачивать не надо Но каждая такая броня стоит по 64 трюка Это очень много кристаллов, это очень дорого Поэтому, увы и ах, мы такой сейчас не приобретем Так что, до свидания Ну-ка, посмотрим, что здесь Так, тут у нас ничего Сундуки пустые Магазин волшебных палочек, что? О... Нифига себе, приветствую Вау! Нихрена! Покрытая волшебным сплавом заготовка Покрытая древним сплавом заготовка Поляризующий кристалл, захват 7 Кристалл, направляющий магию владельца палочки Является обязательно ее частью Вообще, я так думаю, что это все бесполезно Учитывая то, что палочка у нас уже есть То есть, она тут самая дорогая Так что, это просто магазин ради магазина Я понял На эту территорию пройти мы не можем И в итоге сундуки у нас все пустые Ладно Наверное, тут есть еще один торговец Пожалуйста Скажу честно, я бы все-таки обменялся на эти трюки И, наверное, даже купил себе броню То есть, у меня сейчас, я помню, есть шлем У нас есть ботиночки Есть у нас куртка контрабандистов Далее, совершенно случайно мы выламываем одно дерево Этого никто не видел Делаем верстак Ставим просто так Берем фрагменты И бахаем себе целый кристалл То есть, мы понимаем то, что сейчас я реально становлюсь жестким бомжом У меня просто нету денег На всякий случай, давайте возьмем все, что у меня есть Осколки переделываем во фрагменты Крупицы переделываем во осколки Заново соединяем Итого у нас 19 фрагментов Господи, это так мало Это, наверное, сейчас худший показатель за последней серии 40-30 Ладно, я надеюсь, что все будет нормально Эй, давайте поменяемся 52 трюка, спасибо В магазин брони забегаем И немножко выторговываем штаны мага Так, подожди, а штаны архимага... А штаны архимага куда круче Тут даже твердость добавляется Ммм, как же хочется это прикупить-то, блин Давайте, наверное, еще поменяем кристальчик В свои последние деньги, ребят, последние Та-дам, штаны архимага Ва, спасибо большое Надеваем Сразу дается 3 ячейки брони, офигеть Так, ну и... До свидания У меня тут остается еще 43 трюка Я могу либо сохранить, либо купить поинты Я думаю, что сейчас мы сохраним И если что, в будущем вернемся в этот мир Я, я очень надеюсь, что я смогу сюда вернуться Я прям очень-очень на это надеюсь Потому что иначе у меня просто останется 43 ненужные бумажки Самое фиговое в этой истории То, что мне надо буквально сейчас ждать Санфрана Потому что я не могу использовать багаж и скинд Просто никак Многовато мне времени дали на этих торговцев Я уже все, что нужно было купил Что ж, в таком случае, дамы и господа На этом мы будем постепенно заканчивать Вот такие модные розовые штанишки у меня теперь Поможет ли нам Фарагонда? Я уверен, да Это даже не обсуждается, я заставлю ее А как именно ее встретят в Паэне Это уже другой вопрос И что-то мне подсказывает, что не самым дружелюбным образом Обязательно подписывайтесь, чтобы узнать, что будет дальше Не забывайте, что ваши подписки, ваши лайки, ваши комментарии Это лучшая мотивация Это единственная мотивация, если можно даже так сказать Ваш фидбэк, это правда важно Кто бы не думал, что эти комментарии не читаются Читаются, еще как читаются Не только мной, но и командой тоже Как минимум я знаю то, что вы просите убрать кентонит Да, я помню, просто забываю Спасибо большое за вашу поддержку Спасибо, если не пропускаете мимо ушей А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей А с вами были Лолошка и... Сломленная Фарагонда Всем удачи, всем пока, 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 пока